Отмечу прежде всего, что очень хорошо, что вы указали точное место вашей цитаты. Так и надо. А то мне она спрашивает, там пророк такое-то сказал, непонятно где сказал. В переводе искажено, так я не могу уже восстановить, что на самом деле имеется ввиду. А здесь вот прекрасно, 9 глава, 24 фраза и 25 фраза. И привели это еще лучше. И наши слушатели, зрители, читатели сразу знают, о чем идет речь. Тогда нам вместе намного легче и легче и правильно ответить. Так вот, чтобы ответить правильно, давайте прочтем внимательно. Я предполагаю, что не все знают иврит, но здесь в данном случае не имеет значения. Прочтем те строчки, которые вы привели. В первой строчке говорится, наступают дни, когда я накажу всех обрезанных и не обрезанных. Это правильный перевод. Понятно. А вторая фраза говорит, что перечисляет и Египет, и Иудею, тоже вы понимаете, что это. И Эдом, это тоже южная земля Израиля здесь сегодня, пустыня Негев и так далее. И сынов Омоновых и Моав, это тоже вы знаете, это Иордания сегодняшняя. И всех, которые живут в пустыне. Это значит, пустыня это место между сегодняшним Израилем и районами Иордании. И дальше продолжает пророк, ибо все эти народы не обрезаны, я накажу их. Тогда ваш вопрос, очень толковый вопрос, получается, что Творец наказывает людей за то, что они не обрезаны. Но ведь эти люди никогда не получили заповедь об обрезании. Заповедь об обрезании получил только Авраам, только еврейский народ. За что же наказывать неевреев, что они не обрезаны? Так вот, не за что. Если мы внимательно читаем и прочее, мы потом увидим, что Творец мира объясняет, почему он накажет. Это ваша фраза, вы привели Египет, Иудею, Иедом и так далее. Мы видим, что Иудея, то есть народ Израиля тоже будет наказан. Но мы же прошли обрезание, как же так? Значит, получается, тут дело не в технической стороне физического обрезания. Тут нужно что-то другое. И дальше говорится, объясняется, что это что-то другое. Это сердца не обрезаны. Как сердца могут быть обрезаны? Значит, суть обрезания такова. Тут нас слушают все люди взрослые. Все знают, что на человеческом теле у мужчины есть часть, орган, который отвечает за деторождение. Оттуда семена и жидкость из этого органа входят в женщину и может получиться зачатие. И так тогда следующее поколение приходит в этот мир. Так что мы видим, что этот орган детородный необычайно важный. Без него не будет ничего. То есть нужно, поскольку в основном основа это духовность, надо, чтобы этот орган детородный был максимальной моделью духовности. И поскольку, наверное, мы знаем, как он устроен, что его, он покрыт кожей, вплоть до окончания даже, то есть закрытой кожей. Значит, получается, что этот орган символизирует закрытость от Всевышнего. Нету связи с Творцом. Нет ничего. И только процедура обрезания, когда эта кожа натягивается и вот так отрезает, отрезает, отпускает, она возвращается обратно, но сам орган уже открыт. И это символ открытия, символ вместе с Творцом. Ну, это хорошо ведь. Но нет прямого повеления, как же Всевышний должен наказывать тех, кто не обрезан. Ответ дается, что он наказывает и евреев тоже, но евреи обрезаны. Значит, не дело в том, физически обрезан или нет, по отношению к этому пророчеству, а в том, открыт ты к Всевышнему или нет. Ибо евреи обрезаны, но их сердца, как в тексте говорится, не открыты. Что это значит, сердца не открыты? Это если евреи не стараются постичь Тору. Это не зубрить ее 10 часов в день, хотя учить Тору 10 часов в день, это очень хорошо. Это очень рекомендуется. И 8, и 6 часов, и 3 часа, и 5, сколько хотите. Чем больше, тем лучше. Ну, если даже произошло обрезание, и символически детородный орган раскрылся, а человек не прилагает усилия, чтобы в духовном мире раскрыть себя перед Творцом, прийти к Нему и сказать, что я хочу, вот я здесь, вот я с тобой, давай вместе, мы должны исправлять мир, я готов, пожалуйста, и так далее, и тому подобное. Если человек этого не произносит, то его сердце не обрезано. И тогда пророк говорит, что нет смысла существования этому. Это означает фраза, что будет уничтожено. Ничего просто так не бывает. Никто никого не уничтожает. Человек только может себя уничтожить. Если он без Творца и не интересуется задачами в мире, то неважно, еврей или не еврей, это дело идет в тупик. Но если человек интересуется, и еврей интересуется своей задачей в мире, то тогда он получает эту задачу, и он живет хорошо, и он процветает во всех мыслях этого слова. И так же не еврей. То же самое. Если не еврей интересуется, зачем он живет, и понимает, что надо жить в русле и в духе того, что Творец сотворил, несмотря на то, что не евреи не должны выполнять то, что мы евреи выполняем. Но они в целом, в идеале, должны быть с нами. И понимать, что жизнь-то не пришел сюда, или тебя айс нашел на огороде, или прочие глупости. Ты пришел, чтобы делать большие дела. И не еврей ты тоже должен понять. И заниматься этим, не разрушать мир, не делать глупости, не участвовать в войнах, в грабежах, в плохих делах, а наоборот, вести себя правильно и хорошо, потому что он не мешает строить мир, а помогает строить мир. И тогда все тоже правильно. И тогда ни о каком уничтожении не идет и речи. И тогда сердца евреев обрезаны. А не евреи, которые не имеют задачи такой, но если они перешли в еврейский народ и оставили все абсолютно, порвали все связи со всем нееврейским и перешли к еврейскому народу, то они будут обрезаны физически, как вы знаете. И сердца должны быть обрезаны, если они серьезно это делают. Но тогда все решается, тогда не ставится вопрос о уничтожении и так далее. Если же нет, и время идет, и проявляется глухота, отсутствие интереса к тому, зачем мир существует, я повторяю, не евреи не должны выполнять законы Торы, но никто не может запретить любому человеку, еврей, монгол, француз, американец, русский, украинец, неважно кто, интересоваться, зачем я существую. Если он интересуется и такие вот ответы находит, чтобы не ломать мир, чтобы укреплять его так, как Всевышний хочет и так далее, тогда, безусловно, к нему не будут относиться никакие перспективы, перспективы, в кавычках, об уничтожении, о смерти, о уходе куда-то вниз. Вот так нужно понимать эти слова. Все становится, как видите, на свои места. И видно, что если не еврей, я все-таки хочу поправить сам себя даже, если не еврей, не обрезан, но не делает ничего неправильного, он не обрезан, но не делает ничего неправильного, значит, он реализует свою жизнь, которую хочет Всевышний. И, естественно, к нему не будут относиться никакие наказания, никакие проблемы. Вот, пожалуй, теперь уже все сказал. Всего доброго. До свидания.